В августе 2024 года в половине регионов Приволжского федерального округа годовая инфляция снизилась, а в остальных увеличилась. Сильнее всего инфляция замедлилась в Пермском крае, а самая низкая инфляция по-прежнему в Мордовии. В целом по округу годовая инфляция в августе почти не изменилась. Она составила 8,9%. Увеличился годовой прирост цен на продукты и услуги, а вот непродовольственные товары дорожали медленнее. Сезонное снижение цен на овощи в конце лета в ПФО в этом году было менее значительным, чем годом ранее. В этом году выросли расходы производителей, в том числе затраты на оплату труда. В результате увеличился годовой прирост цен на картофель и помидоры, а лук и морковь стали дорожать в годовом выражении после того, как дешевели в июле. В Нижегородской области динамика цен на непродовольственные товары и услуги соответствовала окружной. Но в отличие от ПФО, годовой прирост цен на продукты снизился. Это произошло благодаря расширению предложения мяса птицы и яиц. В августе в области впервые за полгода замедлилась годовая инфляция. Она составила 8,2%. В последние месяцы лета не так сильно, как годом ранее, подорожала бытовая техника. Прирост цен на бензин в годовом выражении также снизился. По сравнению с июлем подешевели парфюмерия и косметика. Годом ранее они дорожали, в основном из-за ослабления рубля. В конце лета годовой прирост цен на эти товары снизился. Одновременно с этим быстрее в годовом выражении стали дорожать зарубежные туры. Одна из причин – это рост спроса на путешествия. Годовая инфляция в России в августе составила 9,1%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция в стране снизится до 4-4,5% в 2025 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Продолжение следует...